всем огромнейший привет мои дорогие зрители и в этом видео у нас с вами будет макияж я на самом деле посмотрела недавно ролик из Тани Анны где она повторяла макияж там какого-то австралийского блогера на самом деле я не смотрю зарубежных блогеров поскольку не понимаю особо языка и я прям вдохновилась я не регулярно смотрю подобные видео но знаете на декретном начинаешь смотреть даже то что раньше не смотрела почему именно макияж пенелопа кросс потому что меня часто с ней сравнивают я не знаю что у нас общего может быть только цвет глаз цвет волос очень часто поступают комплименты что я на нее похожа и поэтому я решила что все пора на мой взгляд вот такие вот видео на канале бьюти блогеров они как-то дают возможность попробовать новые косметические продукты которыми в обычной жизни мы не пользуемся то есть опять же оказаться вам интересно и полезно и так давайте уже приступим и ну что касается пенелопа кросс это шикарная женщина это испанская актриса очень такой известный человек она сама по себе очень яркая она со смуглой такой красивый бархатной кожи и нет каких-то графичных макияжей у нее нет каких-то ярко выраженных скул каких-то хайлайтеров каких-то ярких таких нарисованных стрелок все макияжи у нее очень такие натуральные все подчеркивают именно ее женственность именно ее естественную красоту я смотрела также ее фотки в молодости тоже ничего такого интересного я имею имею ввиду для себя не нашла что можно было бы повторить но все таки буду повторять с одной фоткой я определилась и мне кажется можно тут что-то воссоздать и так пенелопа кросс конечно главный акцент на коже у нее очень такая персиковая такая холеная смуглая кожа меня кожа абсолютно другая я какая-то исключительная бледноличка я на этом зациклена я этого не скрываю а я еще все время в тональных средствах самые светлые оттенки и зачастую в масс-маркете тональные средства меня не устраивают они на мне все желтят поэтому я остановилась на корейцах но у меня есть один тональный крем который я вот прям как знала хранила это вот такой вот от кавр гелл это американский бренд 205 оттенок буду наносить его на все лицо при помощи влажного бьюти блендера почему при помощи бьюти блендера не при помощи кисти мне кажется так получается очень естественно очень так скажем натурально получается тонкий слой я вот этим средством ни разу еще не пользовалась это подарок мне хотел и посмотрим что этот тональный крем из себя представляет буду использовать вот такой вот палеточку от фаберлик в качестве зеркала это тональная основа мне желтит хотя это не самый темный оттенок вот совсем темных оттенков у меня в коллекции нет я их просто не переношу я их катастрофически не перевариваю сразу раздаю там выбрасываю ну стараюсь с ними вообще не связываться потому что для меня это просто больная тема когда лицо отличается от шеи либо там у меня желтое лицо я сразу становлюсь какой-то не такой как обычный чувствую себя не в своей тарелке и так вот мне кажется что это тональное средство жидко лата нужно постараться чтобы как-то замаскировать какие-то круги под глазами какие-то неровности кожи явные прыщи этот тональник вам не перекроет и вот не знаю уловит ли камеры этот оттенок желтого который нам не сразу же видно или нет но он присутствует и так следующим этапом я возьму консилер от арт-визаж я на самом деле заказала от катриц знаменитых камуфляж еще какой-то консилер на сайте beauty discount но пока жду свой заказ буду использовать старенькие свои средства которые меня еще ни разу не подводили все-таки замискирую кожу под глазами хочу быть похожи на человека консилер в оттенке 103 я уже тысячу раз показывала мой любимец замазывает он все на свете нанесу и на подвижное веко тоже его и таким треугольничком на кожу под глазами и растушую уже непосредственно beauty блендером если что-то мне в лице не понравится в оттенке моего макияжа то я добавлю темной пудры еще я приготовила тоже нашла в своих закромах что касается контуринга и хайлайтера то я буду наносить все это дело в конце потому что мне нужно будет оценить цвет моей кожи и я уже говорила что пенелопа не использует своих макияжах каких-то ярко выраженных акцентов каких-то скул каких-то отблесков на лице нет у нее естественная такая женская природная красота потому что она сама по себе очень такой яркий человек что касается теней то в этом макияже превалирует я сейчас смотрю на нее коричневый цвет век он нанесен на все подвижное веко и она не выводит тени и не делает глаз таким кошачьим то есть не знаю посмотрим пойдет мне этот вариант или нет если я наношу темный оттенок на все подвижное веко то это делает мои глаза очень близко посаженными поэтому в уголок я все-таки добавлю какого-нибудь кремового может быть хайлайтера либо теней посмотрим для этих целей я взяла вот такую вот палетку от faberlic amazing eyes и буду использовать вот такой подходящий на мой взгляд оттенок milk chocolate вот он вот он крайне находится нанесу на все подвижное веко для этого возьму обычную кисточку допустим вот такую вот у меня от зоева номер это кстати 231 так аккуратненько нанесем на самом деле очень красивый такой оттенок тени очень легко наносится легко тушуются довольно таки стойкий базу я использовать не буду ярких каких-то оттенков мне тут не нужно и многослойности теней тоже не будет у меня кстати есть еще одна палетка для бровей вот такая вот я приготовила от компании летуаль regard fatal вот такая вот здесь коричневые оттенки которые я приготовила может быть мне они понадобятся все-таки возьму эту другую палетку что этот фиолетовый подтон он меня смущает я думаю что в макияже в общем и целом будет очень видно это все дело но это связано с особенностью моей кожи потому что вот с беременностью сейчас кожа у меня прям просвечивает она стала очень тонкая она сама по себе очень тонкая мне кажется вот через меня видно даже внутренние органы некоторые я так уж утрирую но на самом деле состояние кожи она не то что у меня сухая стала ну да она склонна к сухости но она истончилась вот эта вот особенность это характерно для беременных женщин конечно добавлю сразу в уголки глаза кремового каяла от фаберлик вот такого я показывала уже в своих макияжах много раз поэтому заставить свое внимание не буду для этого использую обычную тоненькую кисточку это у меня bobby brown с алиэкспресс ну подделка так и нанесу ну в уголок потому что глаза у меня сразу сближаются и мне кажется мне это вообще не идет ах пенелопа кросс конечно пенелопа и кросс очень шикарная женщина но в грязь лицом ударять не хочется хотя бы какой-то отблеск будет это хорошо я не стала на все подвижное веко наносить светлый оттенок первоначально не вижу в этом смысла у меня же консилер в принципе да но потом светлым оттенком я все тщательно растушую потому что вот этого отблеска до хайлайтерного навеки нам тоже не нужно немного добавлю темных теней там где-то необходимо потому что каяла я много нанесла чтобы не было эффекта влажных глаз теперь подводка подводок четких в макияже нет поэтому я буду спал использовать карандашную технику я приготовила вот такой вот карандаш от эйвен знаменитые их подводные карандаши она у меня это коричневый оттенок я буду прорисовывать стрелку пенелопа не выводит кошачью стрелку как правило у нее довольно таки большие крупные глаза у меня тоже глаза не маленькие но я привыкла все-таки кошачьим стрелкам посмотрим как это все будет выглядеть дело сейчас подведу века и растушую при помощи кисточки как хорошо что есть монтаж потому что вот это дело у меня занимает минут 10 буду использовать вот эту палетку для бровей возьму самый темный оттенок нанесу на кисточку для подводки и растушую все это дело посмотрим что получится какая катавасия ну вот такие у меня получились глаза мне кажется на этой фотографии у нее более яркая подводка снизу кстати на водной линии тоже темный оттенок я также использовала этот коричневый карандаш от эйвен ну и теперь реснички я когда готовилась к этому видео думала что может быть наклеить все-таки накладные ресницы потому что пенелоп очень такие шикарные всегда реснички но я не буду кривить душой и скажу что я не умею ими пользоваться как-то пробовала в один из макияжа наклеить ресницы в итоге испортила весь макияж потеряла уйму времени пришлось все смывать дело в том что у меня ресницы с обычного магнит косметик там рублей наверное за 200 я думаю что у меня какой-то неудачный клей для ресниц потому что вот именно на этот клей у меня идет реакция возьму просто хорошую любимую проверенную тушь и прокрашу реснички так нижние реснички она тоже немного прокрашивает я этим никогда не занимаюсь ничего страшного что у нас тут все осыпалось я потом это уберу сейчас займусь бровями я вижу что видео получается очень долгим на оставшиеся века под бровь я нанесу светлый матовый оттенок тоже из вот этой палетки faberlic буду использовать лимон тарт вот этот вот самый светлый оттенок и потом займусь бровями тоже буду использовать вот такую палеточку атлетуаль все ссылки оставлю под видео я никогда не делаю такие темные брови у меня брови уже я буду пытаться делать при помощи этой палетки их толще и темнее посмотрим что из этого получится нравится что в этой палетке есть два оттенка теней и есть воск фиксирующий то есть я в этом воске сразу навожу цвет тот который мне нужен комбинируя оттенки теней и уже непосредственно наношу на бровь конечно это тоже мудро на времени нужно для этого но много на мой взгляд но это того стоит я предпочитаю все-таки брови подводить просто карандашом корейским это очень просто быстро качественно как потолще потолще ну слушайте примерно верно одинаково да несмотря на то что воском я уже пользовалась я все-таки возьму а вот такой вот еще гель фиксирующий для бровей от essence make me brow и зафиксирую брови чтобы как-то и цвет добавить и чтобы они выглядели натурально хотя вот в обычной жизни еще раз повторяю я такие брови не ношу это для меня возможность просто как-то воспользоваться новыми продуктами как-то увидеть себя в новом свете а теперь акты откорректирую макияж уберу излишки добавлю консилера и немножечко сделаю легкое скульптурирование я добавлю сюда вот оттеночек вот темненький потому что у меня лоб шире чем у пенелопы немножечко обозначу скулы прямо чуть-чуть и румяна румяна я буду использовать и ван шарики в оттенке загара немного как у пенелопы и потом увидимся с вами когда буду оформлять бровь губы мне просто бзик на шее мне кажется у меня шея прям синяя добавлю сюда румяна в оттенке загара для губы я подобрала наиболее на мой взгляд подходящий карандаш это у нас арт визаж оттенки 072 пенелопа особо не выходит за контур верхняя губа у нее немного четче очерчена в общем-то такой натуральный натуральный макияж ну что вот такой у меня получился макияж я попыталась воссоздать максимально близкий макияж пенелопа груз конечно я не профессионал я так скажем просто любитель и поэтому не судите строго на мне этот вариант понравился хотя еще раз повторяю с моей кожей навряд ли я смогу носить такие брови такой вот именно вот яркий макияж именно акцентирующиеся на естественной красоте не знаю напишите что вы думаете по этому поводу стоит мне снимать в дальнейшем подобные ролики или нет очень что ваших комментарий и совсем скоро мы с вами увидимся в новом видео и пока 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 пока